Субтитры создавал DimaTorzok 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 Проблема заключается в том, что За 10 лет до этого случая На Ленинградской атомной электростанции Произошло Аналогичная ситуация Был перегрев контура реактора И когда начали разобираться То выяснили, что Когда стержни автоматической защиты Включают опускание стержней вниз Происходит Образование паровоздушной пробки Впереди стержня То есть впереди стержня двигается паровоздушная пробка Не вода, а паровоздушная Среда Сквозь нее нейтроны спокойно проходят И вместо того, чтобы Получить остановку реактора На первичных секундах Остановки реактора Происходит его разгон То есть сначала реактор Разгоняется, а потом останавливается То есть когда Оператор станции Нажимает кнопку Отключить реактор Станция вначале Увышает свою активность А потом гасится Вот это Когда было выявлено В 1975 году Два научно-института Отработали этот вопрос И выяснили Этот эффект И это было как раз Те проектные решения Для будущей модернизации Атомной станции Которые не были Внедрены В последующем По одной простой причине Что если топливо Соответствует регламенту То вообще не о чем Беспокоиться Поскольку если топливо У нас регламентное То у нас Никаких аварийных ситуаций В принципе быть не может Что произошло Они положили расчеты На бумагу То есть за 10 лет До аварии в Чернобыле Все эти расчеты По временной ситуации Были известны Они были известны И как Государственной безопасности Так и партийному органу Соответственно Спецслужба США Англии спокойно Эту информацию Получили И могли спокойно Рассчитать Какую надо внести Активность в зону Чтобы вот При остановке реактора Это создало Ситуацию Его разгона И взрыва Таким образом Необходимо сделать Вывод О том Что При использовании Штатного топлива Взрыв Атомной станции Был невозможен То есть топлив В станции Было не штатное То есть Этот вопрос Изучался Думя профессорами Математический Делался Математический Расчет Был установлен Сто стопроцентной Уверенностью Что Часть локальной зоны Часть Сдержни Были Не Были туда Умышленно внедрены Именно Не штатные Не рекламированные Потом По оперативной информации Стало известно Что Это было Атомное Это было Топливо С подводных лодок Там Болевысокое Активное топливо И его Специально Снарядили стержни И эти стержни Были привезены На эту станцию В зоне Дели до взрыва И туда Были вставлены И станция Должна была взорваться При остановке То есть Станция была обречена Когда стержни Должны Значит На тот момент На тот момент У нас Значит Действовали Гражданская оборона Вот такие плакаты Висели в каждой школе В каждом институте Все знают Что делать При обнарушении Ждятся Прятаться И Оберегаться Рядом со станцией Находится Воисковая часть Которая Отслеживает Пуск ядерных ракет И Обнаруживает Атомное нападение Со стороны США Эта станция В автоматическом режиме Вела наблюдение За США Соответственно Через два часа После взрыва станции Они автоматически Зафиксировали Ядерное нападение Через два часа Москва Уже знала Всю ситуацию По Традиционному заражению Вывод Центральные органы власти Знали Но мер не приняли Теперь Что касается Эта вот часть доклада Техническая Я ее закончил По техническим Теме У вас Все Понят По всем студентам Перехожу теперь Криминалистической Часть Значит Если мы Попытаемся определить Какую зону Радиоактивного Заражения Мы хотели создать Вот Вам пожалуйста Рост ветров Господствующий На данной территории Вы видите что накрывается Юго-Восток Украины Сразу Обращаю ваше внимание На то что данная Статья Была Разослана В Евросоюз Еще в начале 2014 года До событий На Украине Поэтому то что сейчас В Украине происходит Просто они подписались Под это собой Вот это то что Кого они хотели убить На этой территории Вот что получилось В результате В чем У них Произошла Проблема Почему они Не достигли Нужного результата Если бы военные Планировали до конца операцию Они бы взрыв Сделали Соответствие С прогнозом Погоды На данной территории То есть Было бы учтено Вопрос ветров Все остальное На данный момент Но Это был планируемый теракт Назначенное время И он был Спланирован Спланирован На дату Дата Соответствует Еврейской Пасхе То есть Это ночь На Пасху На субботу Субботнее было служение Это было В качестве жертвоприношения Об этом Открыто Рассказывают Всем Чтобы никто не обвинялся В антисемитизме Об этом Открыто рассказывает Всем Равин города Харькова Эдуард Ходос Который Когда все это дело Осознал Принял православие Вот у нас Зона радиоактивного заражения И вот у нас Элементы Которые После распада Живущих элементов Заразили эту территорию Что нам Известно О результатах Это во-первых Зафиксированы Резкий рост Раковых заболеваний То есть В принципе Экологи У нас Вот эта ситуация Щенобильская авария Очень хорошо Сдокументирована Нам нужно теперь Вот эти все Работы Передать Юристов Для того Чтобы подъявлять Иски И чтобы спецслужбы Начали работать Нам нужно Эквитировать Вот эту Бандитскую Группировку Которая устраивает Все вот эти Беспорядки Вот эта группировка Она в принципе Известна Никто и не скрывает Американцы Открыты говорят Что они взорвали 9.11 Это Международная Еврейская преступная Группировка Ротшин и Фракфеллеров Главной у них Находится Ротшин Туда же Входит Королевская семья Великобритании Швейцария Ведущие Группировки Швейцарии И Израиля Они открыто Выступают На то что 90% населения На планете Должны Уничтожены В том числе И финансируются Все проекты Которые нацелены На убийство населения На разрушение экологии На ГМО На прививки С целью Геноцида То есть Вот это люди Которые идеологи В этой всей системе Соответственно Под их влиянием Никакие экологические программы Вообще В жизни проводиться не могут Они будут делать все Чтобы все были убиты Поэтому Вот Умышленно Финансируется Все время Порнография В сети интернет Все это Оттуда Не думайте Что там будут Делать нечего Понаглядно Снимать А все Промышленном масштабе Делается Специально Вот их символы Шизофреники Вообще В принципе Серийные преступники Они Имеют Почту Криминальную И вот Символизм Он выдает Их Культуру Она в общем-то Наглядно Видна Что здесь Вам в рисунке Непонятно Вот пожалуйста Бейт Фундасен Это Прививки Детям Да Он будет Прививать детей Знаете Это вам Билгийц От этой банды Прививки делает Вот Гайдаровский форум Видите как символика У них хорошо совпадает Вот пожалуйста Газпром Газпром хорошая компания Но почему-то Финансирует Антигосударственную Радиостанцию В Москве Пожалуйста Вот этот Известный G7 G8 И вот вам Сербов Молот Который неожиданно Так же сложился Букву Г Вот это вот Человек Который Роговоритель секты Экстенисты Соединенных Штатах Америки Который В 1994 году Выступил с заявлением О том Что Славян надо уничтожить Вообще В принципе Белую Росу уничтожить И в принципе Мы с вами живем Климат изменится И нужно убить всех На территории Самарской области Казань По Волжье Да Показываю Вот Пожалуйста Снизу То что Они хотят То что Объявил Вот На этой территории Они хотят И сюда Переселить Израиль Они утверждают Что На этой территории Будет Хорошая жизнь А Самара Подлежит Уничтожение Которая Которая Была объявлена Черчилем Как Интересующая Интересующая Англию Для того Чтобы они Эту всю Территорию Передать Еврейским Не меняет В 17-м году Как и все страны У нас Произошла Революция И вот Человек Пожалуйста Образец Того человека Кто У нас Возглавлял Заведовал Тайный Который все знал Таким образом Когда Еврейская Общественность Говорит Что Сталин Убивал Евреев в 17-м году Они не правы Сталин Самый поднадзорной Фигурой У НКВД А Вот Эти самые Люди Американские Евреи Убили Евреев В 17-м году Вот это более правильная Оценка Ситуации Ну и Так А почему не показывать? Правильно? В целом я что хочу сказать Насчет Обубликованной Статьи Я не помню почему В последних Чтобы вам было понятно Хожу что так сказать Самарский юрист Ульянов Не является Лениным Самарский юрист Ульянов Не виновен в 17-м народе Это Другие люди Ленин Увзалей С 2010-го года С подачи нашей Экспертной организации Числится неопознанно Мы его должны Опознать И передать правительство США Об этом Доклад Международной конференции Судебной экспертизы В 2015-м году Мой доклад Он назывался Фальсификация документов Фальсификационного режима США В России Труп Ленина Это По всей видимости Наш еврей Который эмигрировал В конце 19-го века В США Принял гражданство США Прибыл сюда В 2017-м году В качестве министра Пропаганды Акционной администрации Вот это Труп Того человека Который у нас В зале Эта тема Разбиралась Все Вот Я вам доложил Дальше Жестко Беспощенно Банда Уничтожает Ваши экологические Разработки по Чернобылю В полный рост Оценка Ущерба И Вперед Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да В общем Я взял этот микрофон Как АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...